Здравствуйте, меня зовут Лоран Юлия Юрьевна, учитель математики КГУ Новошумная средняя школа отдела образования Акимата Фёдоровского района. Итак, мы с вами продолжаем тему сложения и вычитания алгебраических тропей. Цель обучения, которую у нас были ранее, это выполнять сложение и вычитание алгебраических тропей. Но цель урока уже следующая – проверить умения и навыки сложения и вычитания алгебраических тропей. Критерии оценивания. Учащийся достигнет цели обучения, если приводит дробные выражения к общему знаменателю и применяет арифметические действия к дробям. Итак, давайте вспомним. Какие же у нас правила сложения и вычитания числовых тропей с разными знаменателями? При вычитании и сложении дробей с разными знаменателями мы должны знать алгоритм. Первое – это привести дроби к наименьшему общему знаменателю. Найти ног знаменателей. Найти для каждой дроби дополнительный множитель. Умножить числитель и знаменатель каждой дроби на ее дополнительный множитель. И последнее – это сложить или вычесть дроби. Итак, мы с вами рассмотрим пример. Итак, 5, деленное на 2а в квадрате минус а, плюс 3 минус а, деленное на 4а в квадрате минус 1. Первое. Знаменатель ли дробей нужно разложить на множители. Итак, посмотрим первое. Знаменатель. У нас есть общий множитель, который можно вынести за скобки. Если вы внимательно посмотрите, увидите здесь 2а в квадрате минус а. Общий множитель является а. А вынесем за скобки. Останется 2а минус 1. Итак, дробь будет следующая. 5, деленное на а в скобках 2а минус 1. Если мы посмотрим на вторую дробь, то есть здесь ее рассматривают и тоже делают такую же операцию, как разложить на множители. Если вы внимательно посмотрите на знаменатель, вы увидите, что это у нас формула сокращенного умножения, а именно разность квадратов. Пара скобок. Одна скобка с плюсом, другая с минусом. 4а в квадрате. Это даст нам 2а, так как 2 в квадрате даст 4аа в квадрате, даст а в квадрате. Итак, это пара скобок. Единица в любой степени всегда дает единицу. Получается следующее. 3 минус а. Числитель остается без изменений, а знаменатель мы разложили на множители. 2а плюс 1 и 2а минус 1. 2. Найдем наименьший общий знаменатель для дробей. Итак, если мы посмотрим на первую дробь и на вторую, мы видим, что у них есть общая скобка 2а минус 1, то есть то, что является для них общим. Мы ее оставляем, затем а и 2а плюс 1 перемножаем. Приведем данные 2 дроби к найденному нашему знаменателю. Итак, дополнительный множитель к первой дроби. К первой дроби у нас мы разбираем как бы по частям. Вот у нас первая дробь. Здесь у нас дополнительный множитель будет а и одна из скобок. 2а плюс 1. И как вы видите, они сразу собрали, и получилось 4а в квадрате минус 1. Ко второй дроби у нас, вот, посмотрите внимательно, вот у нас общий знаменатель, вот знаменатель второй дроби. Как вы видите, все имеется кроме а. А является дополнительным множителем ко второй дроби. Итак, теперь мы умножим. а умножаем на 3, будет 3а, минус а умножить на а, а в квадрате. Итак, первая дробь у нас получилась 10а плюс 5, так как 5 умножаем на каждое. 5 умножить на а, 2а даст нам 5у2, 10а, плюс 5 умножить на 1, будет 5. 10а плюс 5, деленное на а, в скобках 4а в квадрате, минус 1. Вторая дробь. 3а минус а в квадрате, деленное на а, в скобках 4а в квадрате, минус 1. Затем мы складываем данные две дроби. Так как у нас знаменатель уже одинаковый, нам необходимо сложить только числители. Итак, 10а плюс 5, плюс 3а минус а в квадрате. Как вы видите, перед дробью стоит, между дробями стоит знак плюс, поэтому все остается без изменений. Если бы стоял знак минус, то есть нам необходимо было бы вычесть, тогда здесь нам необходимо было бы поставить скобки, хотя бы во втором, для того, чтобы изменить знаки на противоположные. Но в данном случае у нас стоит плюс, поэтому все остается без изменений. Итак, приводим подобные. 10а плюс 3а будет 13а, больше подобных нет. Как вы видите, в ответе записывается все в стандартном виде, то есть минус а в квадрат плюс 13а плюс 5, деленное на а, 4а в квадрате минус 1. Сейчас, ребята, прошу вас ответить на вопросы. Первое – это назвать правила сложения и вычитания числовых дробей с разными знаменателями и называть алгоритм сложения и вычитания алгебраических дробей с разными знаменателями. Спасибо за внимание.